Привет, мои дорогие! Вчера мне был задан вопрос подписчицей. Она спрашивает, как из карамели сделать корону. И поэтому, чтобы уже было понятно, решила показать вживую, как это все делается. Делается все очень просто. Делала я из карамели, которую я показывала для леденцов. Вы видите, сейчас на этапе добавления лимонной кислоты добавила еще и кандурин. Карамель я в этот раз варила на инвертном сиропе. То есть, вы видите, что цвет слегка карамельный из-за инвертного сиропа. Но у меня и задумка такая. Собственно, у меня корона не будет прозрачной. И краситель мне для этого не нужен. И я буду делать, в принципе, у меня будет радуга на другой тортик. И я ее захотела сделать из карамели. Поэтому там у меня будут красители добавляться. Неважно, какой цвет у меня получится у карамели. Вы видите, я перемешиваю, так как и в прошлый раз, до того момента, пока у меня не исчезнут пузырьки воздуха, чтобы была наша карамель однородная. И вот такой вот молд буду использовать. Этот молд я покупала из Китая. Я его показывала в видеораспаковке с Айта Нью Чик. Очень интересный. Решила его использовать именно для карамели. Понятно, что все понимают, как им пользоваться мастикой либо шоколадом. Но также вот с ним можно работать и с карамелью. Выдерживает он температуру хорошо. Карамель наносим. Стараемся не вылазить за края, потому что потом подправлять не совсем удобно. И много карамели не льем, потому что, опять же, неудобно убирать. Все, что у нас вылезло, просто подгибаем вовнутрь. Потому что если мы начнем отрывать, то будут тянуться вот такие вот нити. То есть, это не совсем удобно. Поэтому просто стараемся в основном подворачивать внутрь. Я увидела, что с одной стороны я налила большую горку карамели. Поэтому сейчас попробую ее со середины просто туда ложечкой убрать, пока карамель не застыла. Просто вот зачерпнула, карамель еще не застыла. И сейчас с краев подтяну туда в центр, откуда убрала. Теперь главное поймать момент, пока карамель у нас еще не застыла, но уже и не плывет. То есть, дайте ей еще какую-то минутку-другую полежать, для того, чтобы она еще была... Она довольно долго еще такая пластичная. Поэтому не переживайте, что она у вас моментально засохнет. И ее нужно согнуть и отправить в том виде, в котором вы будете ее уже ставить на тортик. То есть, в такой форме ее надо. Я взяла ковшик такой, он мне как раз подойдет для этой формы. Вот так расположила, положу, и он у меня будет остывать. После остывания, это буквально я его оставила минутам на 15, чтобы он у меня хорошо уже кристаллизировался. Оставьте на больше, ничего и не будет. Аккуратненько достаю из молда. Молд отходит хорошо, карамель легла во все ячеечки туда, прекрасно. Главное, в форме его правильно расположите, чтобы ваша корона была ровненькая. Посмотрите, какая красота получается. В принципе, ей можно приделать было всякие карамельные там завитушки сбоку, типа как держатели. Может, у вас же тоже могут быть совершенно другие формы. Отламываю излишки. Если нужно, вы видели, я ножиком цокаю, не пиляю, а именно ножиком цокаю. Из остатков я наделала еще всяких там конфет. Если будет интересно, потом покажу, как я делала радугу. Пишите в комментариях, и я покажу. Потому что я ее еще не доделала. Сделала там всего лишь 4 цвета. Остальные буду доделать. Если захотите, я сниму, покажу, как я ее вытягивала. Там тоже как бы очень все и просто. И из остатков я нарубила еще вот таких вот леденцов. В общем, надеюсь, кому-то будет полезно это видео. Своей подписчице спасибо за вопрос. И вот вам ответ. Держите, получите. Такая вот корона у меня получилась. А это, кстати, вот моя радуга. Которую я вот сделала 4 цвета. Остальные буду доделывать, потому что нужно доварить будет карамель. Так что, если что, спрашивайте. Я вам покажу, расскажу, как я что. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.